Вот, у нас в техникуме бомба заложена. Сейчас я вас в полицию соединю. Хорошо, давайте. Вот, соответственно, данная запись была исследована, да, исследованы голос и речь лица, сообщившего об акте терроризма, и установлено сходство с конкретным лицом. Сама фонетическая экспертиза осталась за кадром. Как признаются сотрудники, работа эта долгая и кропотливая. При этом занимаются ей два специалиста. Один техник, другой лингвист. Им предстоит изучить тембр голоса, особенности произношения, сбои в речи и многое другое. И пока одни занимаются непосредственно голосом, в этом же кабинете их коллега проводит экспертизу видеотехническую. Если обобщить, то задачи у эксперта две. Понять, есть ли монтаж на видео, и определить параметры движения объекта на данном участке. Говоря простым языком, понять, с какой скоростью ехал автомобиль. Был случай такой, один из первых в моей практике экспертизы, где водитель при разрешенной скорости на данном участке 40 км в час, была рассчитана на скорость его движения, он двигался со скоростью 130 км в час. Соответственно, был ДТП, где погиб пассажир. Александр показал, как работает программа на примере. Разделительные полосы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Выбираются два кадра, где они одинаково располагаются перед капотом, вносятся в программу и получаем результат 90 км в час. И это только два вида экспертиз из множества. У нас работа ведется по 36 специальностям экспертно-криминалистическим. Ну и, соответственно, преступления расследуются, раскрываются абсолютно разной направленности. А этот кабинет полностью отвечает заявленным ожиданиям. Колбы, пробирки, жужжащие аппараты. Здесь проводится экспертиза биологических объектов и учета геномной информации. Специалист сразу отвечает, что химии здесь почти нет, только математика. Идет расчет вероятности случайного совпадения следов с образцами подозреваемого. Самая интрига заключается в том, чтобы найти следы биологического происхождения на представленных вещественных доказательствах. Это не всегда происходит так, что вам предносят предмет, и на нем прям след крови. Вы берете его и исследуете. Иногда следы крови там скрыты, замыты. Приходится проявлять такое исследовательское уже рвение и пытаться найти следы данные. Но это есть следы крови, а бывают невидимые следы. Это клетки петели, допустим, нам тоже основная задача искать на предметах. Григорий Терехин вспомнил случай из практики, когда в поселке Искра была убита мать и двое детей. Тогда убийца вытер руки об обои. Эксперты вырезали кусочек, провели необходимые анализы, вычеркнули следы крови убитых у заравнения и остался только эпителий преступника. Убийцу удалось задержать. И подобные экспертизы проводятся постоянно. За один только 2020-й было проведено 1600 исследований на фронтах может и незаметного фронта борьбы с преступностью. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова